Кандагар За то, что проливаем кровь свою И если жизнь поют, судьба оставит Афганским чарцам котичок забьют Петарин сотилассаиралан лякарит Оват туткины Афганским ветраанин Сосиалisia ja psyyppisiä ongelmia Овахаит, что иди 60% Тарвит сонсоира Оваку Эверстилиотнант Василий Сахаров И майори Сергей Сергеев Оливат и садом Это же не удел академии Общество А удел академии Она может взять какую-то свою часть Не может же она нести Бремя и ответственность На кончу школу молодой человек Практически еще не сформировался как личность Он формируется как личность Пройдя какое-то учебное заведение уже Будучи в армии И попав в Афганистан Занимается определенной работой В Афганистане у солдат была определенная работа Они занимались этой работой Не будучи еще сформированными количествами Они уже научились выполнять эту работу Но она грязная работа Они не могут быстро войти И многие просто не входят в это общество Будучи уже Которая частично сформировалась там Выполняя вот эту военную свою задачу Психологическая лобильность Кроме того Наблюдается Практически у всех Называемая нервно-психическая неустойчивость И очень часто Случаи Кроме субдействий Глубочайших депрессий Приводящие в первую очередь К Сульции В любой семье И вот эти дети Есть главные А их друзья Остаются Первостепенными Значением стоят А семья Может уйти Или уходить на второй план Это ненормальное положение Семья есть главные Эти ребята Вот солдаты бывшие Научившись владеть оружием В Афганистане Различными приемами Рукопашного була И вообще оружием Переносит те же самые действия Наше общество И привлекает их Организованных преступностей Для выполнения вот этой работы Неувостолиitto Лехетti joukonsа Афганистане Joulun Ja уuden vuoden välillä 1979 Тarkoitus oli lyödä nopeasti Kommunистista hallintoa Vastaan Таистелет Сис Enне vuotta 1985 Неувостолиitto Ei myöntänyt Ottavansa osaa Афганистанин Таистelua Васта Глазностин Myötä sodasta Alettiin Puhua Avoimesti Vastuullisista Poliitikoista Kukaan Ei ole enää Elossa Neuvostosotilaat Palasivat Hävinenä Sodasta Josta Kukaan Ei ollut Kiinnostunut Nyt He Saavat Synniskoille Sotaa Käynnyttä Valtiotakaan Ei enää Ei enää ole Metalstroi-vankila Pietarin ulkopuolelta Suomittujen rikokset Ovat raskaita Ryöstöjä Murhia Raiskausia Väkivalta on läsnä Myös täällä Joka vuosi Neuvostovankiloiden Tappeluissa Saa surmansa 3000 Vankia Veteranijärjestöjen Mukaan Vankiloissa On 18 000 Entistä Afganistanin Kävijää Om Vankil Säru Чисто семейная драма, у неё там с её сожителем, так как с отцом в разводе произошёл ацендент и он произошёл при мне Я защитился за мать, порезал его, вот теперь здесь, отдувая наказание В ходе просили Ты зарезал его? Да В общем А какой ты стал? В 1882 Какой у тебя срок? Пять лет В 1884 году меня осудили и приговорили к 13 годам усиленного режима, Петроградским судом, города Ленинград За что? За грабёж там, 206, ну драка там, всё вместе Вот так вот, учат любить родину, любить мать, и за это же ещё и сажают Свое мать Господи В 1882 году меня осудили и гладмашину Гладмашина вот сушит бильот и спадывает по бригаду, вот как здесь И затем мы это носим бильот Вот всё Ещё изيدа Там у нас старый белый лай принимается грязный белый парня. Который белый парня. ПЕСНЯ Кто-то вместо питья, вместе с казками их виноград А радист запаял тех двоих в серыцин для хранения тел В винограднике вечер был див, и никто винограда не ел А до них шум от трассы доносится, то в союз для ребячей потехи В упаковке изюма вывозятся, да еще земляные орехи В упаковке изюма вывозятся, да еще земляные орехи Там мы понимали, за что войны, как говорится, за что и как Нам там замполито одно, как говорится, там у нас-то все-таки как-никак и свои головы есть Мы это понимали, за что, во-первых, чужая страна, не наша, что мы там должны делать Их не внутри, чтобы помочь народу, да? Мы помогали, как говорится, есть же народ мы убивали там, правильно? Там и дети гибли, и все гибли, как говорится Там разбиралось, кто там прав, кто откуда постреляет, там мы начали, как говорится Не так, что гибли? Так А сейчас бы спросили, вот 10 лет назад, хотим мы там воевать или нет в этом в Афганистане Да я бы ответил, вот половину, за половину ребят, мы-то и не пошли бы Их страна, пусть она и разбирается А у нас, получается, так, наделали, как говорится, инвалидов, коллег Как говорится, обещали, зеленая улица для вас, ребята Могут, а когда нас туда заслали, все Я могу тоже оказаться в таком положении Черт не знаю Одним словом, он мой друг, и я чувствую, что нас очень круто обманули И поэтому держаться вместе сейчас, конечно, очень необходимо Это не получается, что мы начинаем И как, что-то нет, это не-------- Неудобный звонок, неудобный звонок, а вост di existence Афганистанин сота на рубеж Благопарит Благопарита Благопарит Мариñам Рассвирн Благопарит 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 Поехали. Николай Кузнецов Hän oli vasta 18-vuotias, kun hänet vuonna 1986 lähetettiin laskuvarjojääkärinä Afganistaniin. Kaksi kuukautta myöhemmin hän käveli Miinaan. Minä olin vasta 18-vuotias, kun hänet vuonna 1986 lähetettiin laskuvarjojääkärinä Afganistaniin. Kaksi kuukautta myöhemmin hän käveli Miinaan. Kaksi kuukautta myöhemmin. 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 И армия не будет беспокоиться, потому что он не встанет. Когда вы знакомы с Николаем? Когда? Гусной. Гусной? А как вы стали парой? Ну это так, лично. Зачем это? Я знала его раньше. Гусной. Редактор субтитров А.Семкин СССР-СОВАНЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И что ты ничего не смог сделать ради его спасения. И я, и он, мы были обмануты, но он все-таки... Я остался жить, а он не дожил до этого светлого дня, когда он смог бы понять, что все-таки обманут. Как вот обычная жизнь шла для советского солдата? Например, мог ли он купить где-нибудь себе пиво? Нет, это у американцев с этим хорошо. Им мороженое перед боем дают, а нам, к сожалению, даже хлеба иногда не хватало, потому что голодный солдат. Лично я всегда был голоден, не хватало пищи, не хватало табака, не говоря уже о пиве. Пиво просто мы не видели. А как выглядело ваше жилище? Где вы ночевали? В палатках? Нет, обыкновенная землянка. Даже не землянка, так как с лесом в Афганистане очень плохо. Женщина стоит килограмм, 60 килограммов дров. Вот, поэтому приходилось просто 60 килограмм дров с женщиной, потому что с деревом очень плохо, с лесом. Вот, поэтому просто вырывалась яма из земли, и сверху накрывался тент, маскировочный тент от БТРа или БМП машины. Вот, и там уже лежанки из земли прям выреплены. Вот такое вот жилище. Подушку мне заменял, рюкзак, одеяло у меня было, шинель, и собака грела меня под боком. А вот как насчет наркотиков? Многие советские солдаты пользовались наркотиками? Да, практически все. Это напрасный труд искать среди солдата, который бы хоть раз и не попробовал бы Анашу или Гашиш. Напрасный труд. Практически все. Отсутствие водки. Отсутствие водки, пива, мороженого. Вот это наркотики заменяли нам пиво, заменяли нам водку, заменяли нам мороженое. И все, как бы, было, компенсировали. Как влияли наркотики на солдатов? Ну, различного вида злодеяния. Остановка. Останавливали автобусы, выводили людей, собирали у них деньги, отбирали деньги, их расстреливали, автобусы сжигали. Все это, они были под наркотическим воздействием или водки, или марихуаны. Вот, и да, замазывали номера у машин боевых и старались избежать возмездия, если они были незамеченными. Один раз видел человека, который провисел почти двое суток за руки, связанные веревками, на дереве он висел. Что за человек? Ну, так называемый душман. У него такие стали руки, как в разы в три, наверное, больше, чем настоящий красный. И он все говорил, отрубите мне руки, я не могу больше терпеть. Но, тем не менее, ничего не сказал. А может, и не знал ничего, а может, и не душман. А может, и не знал, что он не знал, что он не знал. Физическое. Был вот такой метод, допустим, телефон. Берется армейский телефон, который вот так накручивается у ручки, как раньше. Два провода, ну, или на уши, или в гениталию, куда уже Бог пошлет. Да, то есть он дается вот этот переменный ток, или как я не знал. И кто-то крутит ручку, и его бьет током. Это эффективный метод? Эффективный для тех, кто что-то знает. А для тех, кто ничего не знает, такие тоже встречались, который не знает ничего. Ну, случайно попался под руку. Но все равно как-то было такое. Этот метод применялся в том случае, если задержанный был подозреваемый в чем-то, или в любом случае? Ну, не всегда это. Зависело, во-первых, от того, какие были нанесены при этом поражения в нашем честье. То есть, если там, допустим, кто-то кого-то убили, когда обстрел, к нему уже другое отношение. А если просто там, поверху, очень часто стреляли просто поверху. В каком-нибудь кишлаку подъезжаешь, оттуда начинается пальба совершенно дикая. Ну, все пули лицат сверху, чтобы никого не убить. Потому что, если кого-то убьешь, уже с этим кишлаком будет могут olla общественности слицать землю. Армииан корруптию максой монен невостасоти слицать землю. Стрategически тärkeässä пансшир-соласса venäläiset генраалит оттывали лахиусиа сисы. Сотилата каатui vain сiksi, что генраалит могли бы снять максой максой. Владимир нахиуси слицать оминсиллян. Такие-то, такие-то, я уж сейчас не буду врать, не вспомню, это именно лидеры оппозиции, душманов, ребята. Они прислали денег тогда в Кабул, в штаб армии афганской. Сказали, отзовете войска советские. А что значит все остались при деньгах? Ну, то есть при деньгах остались афганские генералы. Наши при деньгах остались. Я почему об этом могу рассказывать, потому что я никаких подписок не давал. Не знаю, там спросит меня кто-нибудь, не спросит. Ну, все это я читал собственными глазами. Вещат на машинке, до штампы, и так далее. Людям дали денег, и операция закончилась. Как ты все-таки встретился со своей женой? С женой? Где-то неделю-две, неделю-две приехал в Афганистан. Вот она сейчас уже рассказывает мне, такой, вот тебе зашло. Упитанный такой, ну, лейтенант, зашел к кому-то. Он говорит, ну, это так вот. А ей говорят, это же земляк, земляк твой. Если они грады, то, типа, все нормально. Вот я именно хочу сказать, я не об афганских женщинах, а о женщинах союза, которые писали нашим солдатам письма. Вот, например, у меня был такой случай, когда парень скончался у меня на руках. Ему женщина написала союза письмо, сказала, что она выходит замуж за другого. Ну, прости, Игорь, он мне его показывал, но я просто уже забыла, слишком много лет прошло уже. Вот, и, неся службу в карауле, он направил в себя автомат и очень читал по себе. Себ-головых ранений привезли без санбат. Вот, умер у меня на руках со словами, зачем я это сделал. Перед этим мы с ним разговаривали, парень был в сознании, это самое страшное, умирал в плохой смерти, тяжелой. Вот, сказал, что я был неправ, наверное, надо было ее простить просто, но умер. Не стыдно тебе? Не стыдно тебе? Не стыдно тебе? Многие ветераны, которые работают на работе, мы получаем их ретельщиков, и их трудно соответствовать обычным паркерутинам. Максим Хролл является вечером ветеранинской работой. Один уехал молодой, потому что он не выдержал. Он уехал, но он уехал. Возможно, он хотел сделать что-то, но пытался. И кровавые следы ногтей, что он пытался снять с себя этот ремень. Видимо, хотел попробовать, но потом уже так его прижало, что он отключится в атаку. Язык на плечо. Почему он это сделал? Ну, потому что старослужащий может быть приличным. Молодой становится вот так. На носочке ноги полусогнутые. Прямые ноги полусогнутые. И вот так. Головой должен крутить, мотать. На вас старик подходит. И вот так по шее. Или сапогом, или прикладом от автомата. По шее, да? Молодой пластик. И поэтому повесился. А почему еще можно повесить? Да трус, он чмо просто. Я вообще не переношу такие примеры. В психиатрическое лечение я попал уже как, уже время прошло, как я вернулся с Афганистана. И после того, короче, я уже на игле не сидел прилично. И потом уже, видимо, переборщил или чертова, дозняк перебрал. Не помню конкретно. Ну, в общем, после этого попал. Дозу превысил 20 кубов. Крикинь, 20 кубов пожили по одной. А другие разноции, они подержать не так? Само собой. Какие? Ну, вот Гохи часто же пересылали в тюрьму. Там как? Стоп. Стоп. Гоха в тюрьме сидит, да это криминальное дело. Что если там где-нибудь в союзе прослушают, чтоб как-то в тюрьму пересылают чай. Можно, Виктор? Мы поехали. Можно зайти? Да. Ты счастлив, Купель? А? Ты счастлив? А что я им сейчас не запрещаю? Я сейчас не запрещаю, как холостой. Я говорю, так-то, конечно, пошел, тогда опять думал, ну что, не так, что ли? Я говорю, счастье заключается в чем, пока ты холостой, а когда надел хомут, понимаешь, и не, говорит, угарик, 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 все. Конечно, я говорю, счастлив. Просто я считаю, что я счастлив, потому что мне очень повезло даже с клиентом. Спасибо. Вера Акафонова он раскан. Хэн о кейтэйна теhtaan ruокаласса. Kun lapsи syntyy, Вера muуттаа Иворин котикылään супulaisten luо. Ивор vapautuu kahden vuoden kuluttом. Hyvästä käytöksestä hän on saanut erikoisету, ja Вера voi tavata hänet viidesti vuodessa avioparien huoneessa. Да. Ну я почему, кстати, я люблю своего мужа, поэтому мне кажется, что… Почему? Потому что он был в Афганистане. Да. Ну у него на теле очень множество ранений. Ну я не знаю, сколько человек, которые я говорю в Афганистане. После первых, умер товарищей там, умер друзей, просто это все дает на психику человеку. Это тяжело, я знаю все. Но психика не всех нарушила. Максим Хролл асу эитин ся конца ветеранеille, ракеннатуса Лähiössä. Лентотококовоста Афганистаниса, vanhemmat сотилаат, pakottivat hänet миинакентан läpi, ostamaan hassista, и героиния. Симпутус oli joka päiväistä. Из армии какая-то суидливость такая сильная. Он разговаривал очень громко. Не говорит, а вот разговаривал громко, говорит что-нибудь. И сегодня так вот срывы какие-то, он вот ескость какая-то в нем была. И вот когда он уезжал, уже прощались мы с ним, он так кричал, и тут же раз подходит, ну прости меня. Понимаете, у него вот поцелуют, он вообще очень ласковый. Я имею возможность уйти на пенсию по выслуге лет. И я, значит, быстренько оформила пенсию по выслуге лет, и решила, пока его вот поднять, это два-три года надо быть с ним. Понимаете? Вот буквально проконтролировал всю его жизнь, очень активно был с ребятами. Последние годы занимался спортом, карате занимался. Даже участвовал в соревнованиях, даже властных соревнованиях принимал участие. Так мальчишка хороший, вроде бы ничего. Ну а потом, конечно, может моя вина, что его отпустила из дома. Хотел бы еще раз туда попасть. Значит? Ну там вообще микроклимат совсем другой, там вообще обстановка другая. Ты хочешь, чтобы опять было без общины в таких, там больше нет? Ну как убивали там? Ну там справедливо все, там ни за что никто тебе ничего не сделает. Значит, тебе играть справедливо? Да. За то, что ты не хотел вести в чрезмерное поле за наркотиками? Ну они же знают, что там дорожки везти. Но ведь это же очень опасно. Да ерунда это все. Ну как? В принципе, можно там ходить было. За наркотиками, за чем хочешь. Так и я потом так же. С молодыми. Обращался, да? Да. Бил их? Ну за дело. Вообще в Советской Армии у нас существует такой, ну не стимул, а как вам назвать, дедовщина. Тенденция. Да, тенденция, что дедовщина. Если ты молодой, ты должен пахать, работать и все, что тебе скажут, делать. Вот у нас там была дедовщина страшная вообще. То есть били не только тебя всех молодых? Всех молодых били. Ну просто, ну черт его знает, героин он просто легко готовится. Его скипятил два раза. Ну как, один раз поднял, ну, прокипело. Потом, ну, выкипало сколько-нибудь там, ну, смотря сколько засыпало туда. Потом еще, еще раз, лады доливаешь, кипятишь. Потом трескнулись. Практически все они больные люди. Больные именно с точки зрения, именно в медицинском плане. Здоровые. Почему? Потому что это изменение пребывания в горно-постынной местности. Практически у 80-90 процентов это монологический свек. Сольфоминитет. К концу службы практически полного отсутствия. Это масса заболеваний, ну, просто так, к примеру. В год это было до 80 тысяч больных. Тифом, дизентерия, ну и другие. Именно инфекционными, инфекционными заболеваниями. Аминдиаса тоже. То есть, и считая еще к тому же пребывание в этих условиях, когда, к примеру, вес солдата, шагающего по горам, 48 килограммов, может все представить состояние здоровья после его ухода из зоны. Полный директора. Уперация в чемний час. Уперация в север. Это академенно. в которых были празднованы. Стоять двадцать тысячи новых вездов в Москве были ветераны. Почти в день рождения близки были празднованы, которые нужно было праздновать. Ничего не произошло, это что-то, это что-то. Что это? Мы хотели поперетать от народа, поперетать, обещать нас. Ничего не произошло. Не пролезла просто. Провокация. Провокация не пролезла. Окей. С нашим братом опять прикрывались, как кушечное мясо. Вот здесь находится... А вы вот в такой одежде имеете какое-то отношение? В чем дело? Вот в такой защиту. Служил в армии раньше. Был в Пергане, поэтому знаю, в Кандагаре был. Знаю просто, как это делать. Сам разгонял демонстрации когда-то в Тбилиси, в Баку и так далее. Вы разгоняли демонстрации? Да. А здесь вы будете наоборот протестать? Наоборот, да. А, Юра проспал в машине, а потом начал играть на гитаре. Что там, Мария? Потом выпили бутылку русской водки и поехали домой. Он положил пистолет под голову и уснул. На всякий случай. И прекрасно он знал, что... Если что-то случится, то он срочку сделает свою. Вот и все. В кармане, короче, граната. Ну, слава богу, ничего не произошло. В кармане у него граната. А граната у него уже на ходу там. Без чеки, прикинь. Граната без чеки пожить. Не ходят с гранатой без чеки. Ну, пойдем вместе. Конечно, вместе. Вместе, да, вместе. Мы вместе. Танки бы пошли, если бы войска бы шли, я не знаю, с Москвы бы. В город бы ни один так не заехал, при любом раскладе. Ни один бы там, при любом раскладе не заехал. Даже если бы заехали... Они сжигались бы там, прям на месте. Были взорваны или... Ну, надо сказать, что даже если бы заехали... И просто бы сюда не пустил. Даже если бы заехали, мы приняли, мне кажется. Да, да. Еще там, на дорогу. Убедились в том, что нам никто не поможет. Мы сами себе решили помочь. Ну, встать на ноги и жить так, как мы хотим жить. Мы не хотим войны, не хотим ничего. Мы хотим жить просто в кайф. Поэтому мы сами для себя все делаем. Сами для себя. Ни за кого, на горах, на кого-то... Не надеемся ни на кого. Там они, значит... Что Инаев, что Ельцин, что Карпачев. Одни обещания, обещания, а так оно и остается. Да мы сейчас лучше будем, что ли. Мы сами видишь, что своими силами бьемся. Мы знаем одно, что за них... Не только мы можем выступить. За Инаевых выступали, и солдаты выступали. А мы были солдатами в своем. Мы тоже однажды выступили. Поэтому смысла нет ни туда, ни сюда. Зачем это нам надо? Мы лучше будем жить. Мы хотели за ошибки других. Мы не хотим больше... Мы лучше себя друг друга поддерживаем. Потому что у нас ежемесячно по три человека просто умирает, хоронит. Кто трагически понимает, кто там, значит... И просто, как говорится, от болезни, от ран умирает. Поэтому зачем нам какие-то лишние проблемы? У нас своих проблем очень много, которые мы не в состоянии порой даже решить. Для себя, не просто для кого-то решить. Пока мы для себя не все проблемы решаем. Сотилассаирано-lääкерит. Сотилассаирано-lääкерит. Максим Хрой. Это молодой мальчик. Ну, в 68-м году рожден. При обследовании он не смог даже завершить работу. То есть он не трогал. Все тесты не успел сделать. Что у него? Ну вот смотрите. По популяционной норме у него получается следующее. Вербально-логическое мышление ниже средне-популяционного уровня. Также ниже зрительная память. Ниже оперативное мышление. Помеха устойчивости тоже у него снижена. Это свидетельствует о достаточно глубоком поражении, как нервной системы. Глубоком поражении именно психологической адаптации, психических функций. Вот. И глубочайшей, ну, социальной дезиадаптации. Пахомах, Юрий. Вербально-логическое мышление ниже популяционного уровня. Математическая логика ниже популяционного уровня. Звительная память ниже. Образное мышление ниже. Оперативное мышление соответствует. Вербальная память ниже популяционного уровня. Ну, практически все это. Дальше. Гипохондрия выше нормы. Паранойя выше нормы. Тихостыния выше нормы. Шизоидность выше нормы. Алкогольная деференциация ниже нормы. Эликвенность выше нормы. Стипленная поверенность и собственная профессия и деятельность существенно выше средне-другой уровня. Критиканское мышление. Выравнив склонность и личность цены за время. Стифильным образом. Паранойя выше нормы. Стифильным образом. Стифильным образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok